Всем привет! Меня зовут Кирилл, Камчатка Fred Community. Сегодня я расскажу, чем наша команда занимается летом, а именно, какие путешествия и туры мы организуем. Но сначала хочется сказать, что летом на Камчатку приезжает на порядке больше людей, чем зимой. Это, наверное, 100 тысяч плюс человек. Организаторов всяких туров, путешествий 100 плюс организаторов. Это и крупные компании, и отдельные гиды, которые делают какое-то количество туров. Людей очень много, компаний очень много, а маршрутов, районов путешествий, доступных в рамках 1-2-3 дней на самом деле очень мало. Поэтому нагрузка на все популярные туристические маршруты достаточно большая. Но это нисколечко не убирает уникальности, красоты тех или иных мест. Вулкан Мутновский, Вулкан Авачинский, Вачкажец, морская экскурсия в Бухтурусская. Все это очень красиво, прикольно, необычно. Но надо быть готовым, что на этих маршрутах будет очень, а иногда очень, очень много людей. С самого начала нашей деятельности в сфере туризма мы придерживались такой позиции, что мы любим путешествовать и нам интересны действительно первозданные дикие места, а не массовые туристические потоки, где, в общем-то, помимо красоты, ты еще и встречаешь всю эту, так скажем, антропогенную нагрузку. Это много машин на подъезде к точке старта, это много людей на самом маршруте. И поэтому мы стараемся наши путешествия делать такими, чтобы встречать как можно меньше людей. Мы сознательно уходим в сторону от массовых маршрутов, чтобы, приезжая к нам на тур, вы действительно могли насладиться первозданностью, дикостью, тишиной, безлюдным горизонтом, оставаться только в среде группы гидов. Ну, в общем, именно хотим попробовать вам передать те ощущения, которые хотим испытывать мы на маршруте. Исходя из этого, все, что я расскажу ниже, вот все наши программы составлены так, чтобы максимально увести вас от основных турпотоков. Не всегда это возможно, но все-таки мы стараемся. Прежде чем я расскажу про наши многодневные программы, хочется сказать, что с момента прилета до момента отлета в любой из наших программ мы полностью в ответе за ваш отдых и пребывание. Вы живете в одном из наших трех отелей, это два гостя в домах Петропавловске, один новый загородный отель в Елизово. Активный отдых предполагает хорошую погоду на маршрутах. Если вдруг погода плохая и мы не сможем с вами поехать в запланированную программу, то наши координаторы обязательно подберут вам какое-то занятие. Даже в самую лютую непогоду вы не останетесь одни в номере скучать и ждать солнца. Теперь давайте по программам. Их на самом деле не так много, потому что действительно придумать что-то уникальное уже сложно. Еще, кстати, один момент. Буквально готовюсь к этой записи. Я еще раз поизучал предложения по Камчатке. Если вбить тур на Камчатке, путешествие на Камчатку, вылезет тысячи предложений. И, скорее всего, первые 100 будет заголовками. Эксклюзивный тур, авторский тур, экспедиция, что-то такое. В 98% случаев ничего, кроме самого слова авторский, эксклюзивная экспедиция, вы не получите в этом путешествии, потому что, я уже сказал, что по сути все организаторы водят в одни и те же места. Поэтому ничего эксклюзивнее, чем у другого оператора или исполнителя вы не получите. Поэтому будьте аккуратны, осторожны, не ведитесь на вот эти громкие слова, продающие фразы, а действительно проваливайтесь в описание программы, читайте интернет, изучайте. В принципе, возможно, большинству людей как бы и не нужно что-то сверх необычное. Все места, которые я перечислил, которые встречаются в этих программах, они действительно красивые, интересные, и, наверное, вы их там мало где еще увидите в мире. Но все-таки, если вам хочется что-то не массового, то не так много организаторов на Камчатке это делает. У нас 4 многодневных программы, 2-3 двухдневных и несколько однодневных. Это именно наших авторских программ, которые мы действительно придумали и которые делают не так много людей, не так много организаторов. Пойдемте по основным нашим многодневным программам. Наш самый, я его называю, флагманский тур – это «Косатки и медведи». Из названия понятно, что мы с вами пытаемся найти косаток и медведей и понаблюдать за ними. Гарантии их увидеть мы не даем на 100%, потому что это дикая природа, но очень-очень большая вероятность, даже если вдруг почему-то не встретятся медведи и косатки, то мы увидим много красивых видов и много других животных. По самой программе. У нас 2 дня на озере Толмачево в нашем кемпинге, где действительно вы остаетесь в комфортных условиях, но в дикой природе. «Косаток» мы с вами идем изучать на нашем катамаране. Мы идем на 2 дня в бухту Русская. В отличие от большинства маршрутов однодневных, за 2 дня вы получаете возможность высадки на берег, вы получаете возможность более детально, более вдумчиво насладиться природой, животными. В рамках этой программы мы посещаем лесбище морских львов, вы все тоже посмотрите. Рыбалка есть, мы ночуем, причаливая к берегу, можно выйти прогуляться, можно пожечь костры, можно походить на каяках. В общем, двухдневное путешествие по ощущениям в десятки раз лучше, чем однодневное. Также в рамках этой программы у нас 2 однодневных маршрута. Это Ваческий перевал, это несложный трекинг по вулканической местности. Вторая однодневная экскурсия – это вертолетно-пешеходный маршрут к горному хребту Вачкожец. В одну сторону мы летим на вертолете, смотрим его сверху, в обратную сторону мы идем пешком и наблюдаем это уже с земли и более размеренно. Следующая наша программа называется «Обзорная Камчатка». Это как раз-таки программа для большинства людей, кто впервые приезжает на Камчатку, она всего лишь неделю. Четыре основных направления. Мы с вами идем в море, ищем китов, косаток, смотрим за ними. Обязательно посещаем круглогодичное лирбище морских львов. Мы с вами посещаем вулкан Авачинский. Это несложный трекинг между вулканами Авачинский и Корякский. Мы с вами едем на дачные горячие источники. Это непосредственно проявление вулканической деятельности. Это поездка на озеро Томачево в наш лагерь, где мы с вами будем искать и наблюдать за медведями. И также вокруг нам все красиво. Это тур на неделю. Также живем в наших гостевых домах. И также мы вас вкусно кормим. В этом сезоне у нас будет одна программа «Тайный океан». На нее осталось всего лишь несколько мест. Эта программа отличается от всех других программ на Камчатке. Тем, что мы идем в море вместе с биологами. Четыре дня мы будем искать и изучать косаток. Это программа для тех, кто хочет не просто сфотографировать косаток и посмотреть на них 5 минут. Здесь ученые будут действительно изучать косаток. И вы будете погружены в этот процесс. Вы узнаете действительно много полезной, интересной информации из первых уст. И есть возможность сделать вместе с учеными, пускай маленькое, но какое-то открытие. Помимо моря, четыре дня моря в этой программе, также предусмотрены поездки на Авачевский перевал и на дачные горячие источники. Хочется отметить, что программы «Косатки медведей» и «Обзорная Камчатка» у нас проходит каждую неделю, начиная с 20-х чисел июня, заканчивая 20-ми числами сентября. Очень много заездов, поэтому я уверен, что каждый для себя найдет тот или иной период, хотя мест осталось уже не так много. Но для меня самое красивое время на Камчатке – это осень, это сентябрь. И именно в сентябре мы проводим одну программу, которая называется «Космическая Камчатка». Она похожа на «Косатки медведей», но здесь в море мы находимся уже не два дня, а три дня. Это увеличивает шансы увидеть побольше млекопитающих, киты, касатки, морские львы, тюлени, каланы. Ну и просто пожить в Тихом океане. Плюс здесь включена уже экскурсия вертолетная в долину гейзеров. Здесь мы с вами едем на озеро Ночикинское, где непосредственно будем наблюдать нерест лосося и большая вероятность встретить медведя. Эта программа действительно раскроет Камчатку с самых разных и уникальных сторон и в самое красивое лично для меня время. В общем-то, это наши четыре основных программы. Как вы уже поняли, «Тайный океан» и «Космическая Камчатка» по одному заезду. Один в начале сезона, это в начале июля «Космическая Камчатка» в сентябре. Но помимо этого мы можем организовать в принципе любое путешествие, любой тур на Камчатке. Но у нас есть опять-таки свои какие-то инфраструктурные объекты, которые мы можем делать то, что мы хотим, и именно показать Камчатку так, как мы хотим. В первую очередь это озеро Толмачево. У нас там достаточно современный, прикольный, уютный кемпинг. Можно оставаться с ночевкой. Там много активностей водных. Это парусный катамаран, моторная лодка, сапы, каяки. В общем, это такая наша база в горах, куда мы делаем как однодневные, так и многодневные маршруты. Вы можете принять участие в двухдневном походе в Бухту Русска не в рамках программы 10-дневной, а в рамках двухдневной программы. У нас достаточно много выходов по сезону именно двухдневных. Плюс мы можем организовать любое путешествие, будь то джип-тур, будь то вертолетные экскурсии. Естественно, да, это долины гейзеров, естественно, это Курильское озеро. Много других направлений. На самом деле сейчас вертолетные компании стали расширять маршрутную сетку, и стали доступны действительно уникальные и малопосещаемые места. Так сложилось, чтобы создавать такие независимые, интересные, альтернативные всему остальному программы, нам пришлось обзавестись достаточно большим количеством инфраструктуры. Будь то места проживания, будь то экспедиционные катамараны. Мы закупили, на наш взгляд, самые удачные для наших целей джипы, да, это Секвое. Ну, в общем, к тому, что практически все 100% услуг в туре, который я озвучивал, лежит на нас, потому что все, что мы делаем, мы делаем сами, не передаем никому другому, и следим, насколько это возможно за качеством услуги, чтобы она была безопасная, качественная и интересная. Да, у нас что-то происходит, что-то идет не по плану, что-то ломается, где-то что-то мы положили чуть меньше еды. Да, это бывает, но мы всегда стараемся эти моменты не отнекиваться, не говорить, что это не мы виноваты, и вообще как бы можно и чуть меньше поесть. Мы стараемся все как бы отрабатывать в моменте так, чтобы вдруг какой-то казус случился, то у человека не осталось какого-то неприятного осадка. В общем, мы в полном ответе за то, что мы делаем. Основной упор еще это на людей, которые будут с вами работать, да, то есть все люди, которые мы будем коммуницировать на маршрутах, на многодневных, это наша команда, которая работает с нами круглогодично, это гиды, которые сидят за рулем автомобиля, это экипаж судна, это координаторы девочки, которые будут сопровождать группу, это видеооператоры, фотооператоры. Ну, то есть это те люди, для которых путешествие – это не про конвейер туристический на стандартный маршрут, а это действительно то, ради чего они пришли работать в туристическую компанию. Это такой дух первооткрывательства. И даже в самых стандартных маршрутах мы стараемся находить штуки, которые интересны в первую очередь нам, значит, и будут интересны вам. Ребята, лето уже началось, я хочу позвать вас на Камчатку, потому что это действительно прикольно, интересно. Вы получите те эмоции, которых вам не хватает в обычной жизни. Редактор субтитров А.Семкин